Привет, друзья! Вот только сейчас заметил, вот я хотел рассказать, вебинар готовим с Оленом Ищейлой, я про них тогда картину пытался написать, ещё как-то маслом рисовал. Только сейчас заметил, вот интересно, да, что другую картину рядом поставил, ну, случайно как бы поставил, на самом деле, не задумываясь об этом, но сейчас только заметил, что та картина «Поющие над вселенной», и эта картина, образы-то почти одинаковые, ну, как это может быть? Ну, я, папа, это понятно, у меня, наверное, всегда в голове дети мои, это понятно, но я не знал, что я раньше, когда рисовал картину «Поющие над вселенной», я вообще не понимал тогда, что я невольно начинаю рисовать её, имею в виду и детей. Вот вы представляете, как интересно, вот сейчас это получилось. Сейчас обратил внимание. Потому что вебинар-то у нас, мы планируем в четверг там поставить, ну, где совместно будем проводить, потому что у моих детей есть свои варианты преподнесения метода ключ, очень интересные. И поэтому я эти картины ставил, и ту картину вдруг сопоставил с этой. Ну, вот так бывает, интересно, как у нас голова устроена. Мне Шейла, она вообще очень талантливая девочка, и как Ален тоже талантливый парень. Ну, они взрослые, конечно, уже люди, у меня уже правнук есть. Так я хочу вам сказать, что на самом деле это Шейла вдруг мне говорит, папа, ты так разговариваешь интересно, там тебе все комменты пишут, что когда тебя слушают, засыпают. А чего бы тебе не сделать отдельный ролик для тех, кто плохо спит? Ну, шутки, как говорится, шутками, но я говорю, ты что, Шейлика, на самом деле, что ли, имеешь в виду? Она говорит, ну, а почему нет? Ну, потому что хотят же люди некоторые спать. Наверное, к тебе обращаются, и ко мне, говорит, все время обращаются, а есть люди, которые заснуть не могут. Да возьми, сделай, говорит, отдельный ролик, чтобы они засыпали. Ну, вот, а я говорю, а какой ролик сделать? Она говорит, ну, сделай аудиоролик. Я говорю, а почему ауди? Ну, она говорит, я не знаю, я думаю, что женщины засыпают, слушая. А я говорю, а я, например, айпад поставлю и смотрю кино какое-то. Иногда бывает отвлечься, чтобы от всех забот, проблем, чтобы как-то отвлечься. А потом засыпаю, я его закрываю и засыпаю. Она говорит, ну, ты же мужчина, может, мужчины так засыпают? А я, говорит, так, думаю. Ну, короче говоря, у нас есть там магазин, кропка там на сайте Стрессу или сайте Хасайру, кнопка есть, магазин эпоха уникального контента, там уникальные контенты все наши. И там я могу тоже поставить это, действительно, для тех людей, которые плохо спят. А еще вообще могу поставить еще и про ключевое дыхание, потому что я смотрю, слушайте, это волшебная вещь, ключевое дыхание. Почему-то люди, один раз попробовав, получив эффект, они мне все же пишут, ой, как работает, как работает, такое, такое дыхание. Ну, конечно, это сам, как говорится, цимус из всех вот этих методов дыхательной практики, и бутейка, из методов Стрельниковой, ну, разные методы, разные методы в мире. Самосоль. Это дыхание, когда ты вроде дышишь, ну, сейчас не буду рассказывать, но на YouTube-канал подпишитесь, если вы новичок, и не знаете, что это такое, и там найдите ключевое дыхание за минуту снимает стресс. За минуту. Когда ничего не надо делать практически, понимаете, ну, там секрет-то есть, я который вычислил, я же наукой занимаюсь, все время анализирую, я вычислил, что, оказывается, если вы думаете, о чем думается, пустив мысли на самотек, переживая, о чем переживается, в этот момент, одну минуту в ритме собственного дыхания, естественного дыхания, просто ищите тепло, у вас вдох теплее или выдох теплее, и не важно, что теплее, не важно совершенно, но сама охота за теплом, это охота за легкостью, это охота за комфортностью, потому что тепло, это комфорт, это безопасность, это защищенность, понимаете, одно за другим тянется, вот так вот, в голове у нас, мозг так устроен, ключевое дыхание, это вообще такая волшебная вещь, ну, это просто потрясающе, потому что она переводит человека из такого напряженного состояния, беспокойного состояния, она переводит состояние, ну, так естественно переводит сон, ну, просто потрясающе, а если вы это делаете не для сна, оно успокаивает, ну, за одну минуту, ну, за одну минуту, представьте себе, ну, делайте, а почему это повторяю, потому что люди очень, многие, ну, испытали, попробовали, написали мне миллион благодарностей, а потом, когда у них стресс возник, они забыли про это, ну, да-да, как я говорил уже, зуб болит, на стенку лезешь, зуб не болит, и вспомнить не можешь, ну, так мы устроим, поэтому напоминаю, чтобы это было навыком, если вы несколько раз поделаете ключевое дыхание, в удобное для вас время, сидя, стоя, лёжа, во время ходьбы, минутку прислушивайтесь одновременно, независимо от того, какие мысли вы думаете, что переживаете, вдох теплее или выдох, и повторяю, не важно, что именно, но вы ищите это, тепло, а вот эта охота за теплом, вызывает автоматически снять напряжение, снятие напряжения, да, вот видите, Алена Шейла, будущий вебинар, до этого ликбез будет, вы знаете, что такое ликбез, это когда сотни, сотни, тысячи людей приходят к нам, и задают вопросы, я там показываю, рассказываю, но это удивительная штука, это помощь всем, это помощь ближнему, в наше сложное время, это же ликбез бесплатный, ну, как объявим, сразу заходите, чтобы задавать вопросы, и так, там в Zoom будете заходить, чтобы мы всё видели, как это всё происходит, это всё очень здорово, всё замечательно, Алена Шейла, тогда я пытался это нарисовать, конечно, это не копия Алены Шейлы, но когда вы выйдете, значит, на вебинар, вы их увидите, какие они у меня прекрасные, а это так просто, я пытался нарисовать, но я же не академический художник, хотя многократно, так сказать, обеянный славой, ну, потому что рисует так, что до тех пор, пока душа появится, до тех пор, ну, ладно, друзья, давайте, до встречи, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok